МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск, подготовленный журналистами городского телевидения. Студия для вас работает диктор Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. В Саянске снизилось число граждан, живущих за чертой бедности. Мы стали жить лучше. В детских садах не хватает мест. Почему в новом детском саду недобор? Сотрудники ГИБДД за неделю привлекли к административной ответственности 17 таксистов, за что их штрафуют. А теперь об этих и других событиях более подробно. В городе снизилось число граждан, живущих за чертой бедности. Люди стали жить лучше. Согласно представленным итогам оценки социально-экономического развития города, за 9 месяцев текущего года саянцы стали жить лучше. Общая численность малоимущего населения составляет 5243 человека. Это 13% от общего числа населения города. У нас снижено к аналогичному периоду прошлого года. Это сказывается и то, что идет увеличение средней заработной платы, и то, что повышается пенсия. Поэтому численность малоимущего населения у нас снижается. Между тем, отмечено снижение занятого населения на предприятиях города. Это связано с оптимизацией численности практически во всех организациях и на предприятиях. Хотя повышение уровня безработицы не отмечается. Он снижен. Номинальная заработная плата выросла на 107,4% и составила 21 428 рублей. Причем отрадно сказать, что средняя заработная плата в отличие от предыдущих периодов растет не только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в бюджете. И темпы роста средней заработной платы в бюджетной сфере превышают темпы роста заработной платы в промышленности. Так, в образовании заработная плата выросла на 131% к аналогичному периоду прошлого года, здравоохранение 139%, физическая культура 127% и культура искусства более чем на 120%. Задолженности по оплате зарплаты не зафиксировано. Что касается малоимущих граждан, то к ним в основном относятся многодетные семьи и семьи с низким уровнем дохода. Как это ни странно, уже три года я могла ошибиться в периоде, у нас пенсионеры к малоимущим не относятся. Конечно, большинство рядовых граждан с уверенностью заявить, что их жизненный уровень повысился не могут. Ведь стоит учитывать и то, что продолжается повышение тарифов и цены на продукты и товары. Люди живут в основном за счет кредитов, а разница между доходами обеспеченных и пусть не бедных, но не богатых граждан становится все существеннее. Проблемы охраны городских лесов, исполнение программы народных инициатив, освоение денег Дорожного фонда и многие другие городские проблемы обсудили члены Общественного совета на очередном заседании. На очередном заседании Общественного совета при мэре города было рассмотрено пять вопросов о сохранении лесопарковой зоны, о соблюдении правил торговли предприятиями торговли, о выполнении плана мероприятий по народным инициативам и освоению средств Дорожного фонда, также об организации школьного питания. Первым слово взял координатор Совета почетных граждан Владимир Сучков. Он с тревогой говорил о приближении новогодних праздников, а значит несанкционированной в рубке хвойных деревьев. За пятым микрорайоном. Это вырубка с осен к Новому году. В прошлом году было вырублено только по лыжной трассе. 51 дерево. В прошлом, позапрошлом году 71. Говорил Владимир Васильевич о том, что новые посадки леса в районе бывшего поста ГАИ этим летом уже горели, что в лесах вокруг города идут незаконные рубки не только черными лесорубами, но рубят и горожане на дрова. Член общественного совета внес ряд предложений. Ежегодно проводить обследование зеленой зоны совместно с лесниками и администрацией Зиминского района. Создать зеленые патрули, изготовить агитационные и предупреждающие об ответственности за порчу леса щиты. Мы все это делаем, и даже больше, чем предусмотрено полномочиями муниципалитета, сказала ведущий специалист по экологии городской администрации Галина Татаурова. В городе создан материальный, финансовый и людской резерв для предупреждения локализации и ликвидации лесных пожаров. На предприятиях действуют добровольные пожарные дружины, порубщиков ловят и штрафуют. Беда не столько в этом. Дело в том, что земли и леса вокруг Саянска городу не принадлежат. По сути, ему и расти уже некуда. При обилии зелени и развитой инженерной инфраструктуре на сегодняшний день в городе нет территорий для дальнейшего развития и строительства объектов жилья, соцкульбыта и промышленности. Не хватает объектов общего пользования, таких как парки, скверы, приспособленных и обустроенных для отдыха населения рекреационных зон. Нет возможности организовать на законных основаниях деятельность по распоряжению, охране, контролю и надзору в отношении лесных территорий. Дело в том, что еще при советской власти не все земли, положенные по генплану Саянску, были переведены в земли населенных пунктов из федеральной собственности, а только земли первой очереди застройки. Все земли, на которых расположены лесные участки, составляющие зеленую зону города Саянска, являются землями государственного лесного фонда, хотя находятся они на территории нашего муниципального образования и непосредственно являются на землях населенного пункта. Саянские власти подготовили пакет документов с предложениями по переводу земель Гослесфонда в земли населенного пункта. Они будут представлены уже четвертому по счету губернатору. Общественный совет принял решение о проведении регулярных объездов зеленой зоны вокруг Саянска совместно с полицией. С силовыми структурами будет проведено совещание по движению лесовозов по дороге на Кедр, которая уже разбита. Завтра в зиме состоится совещание с депутатами законодательного собрания, где будет присутствовать и областной министр лесного хозяйства. Мэр Михаил Щеглов обещал озвучить перед ними вопросы членов общественного совета Саянска по сохранению лесопарковой зоны. Более двух месяцев назад новый детский сад «Солнышко» распахнул свои двери дошколятом. Рассчитан он на 220 мест, а посещает всего 164 ребенка. Саша, не торопимся. Бассейн. Аккуратно будем. Современный интерьер в группах, новая мебель и круглосуточные камеры видеонаблюдения. Все это о недавно открывшемся в Саянске детском учреждении «Солнышко». В начале сентября 22-й сад распахнул свои двери дошколятом. И вместо запланированных 220 детей сюда пришло 164 ребенка. Осуществляется запись через 23-й детский сад и все, согласно данной очереди, попадают в дошкольное учреждение. Мы вчера обзванивали всех родителей, приглашали. Вторник и четверг у нас идет прием. То есть, если родители соглашаются посещать дошкольное учреждение, то они приходят на заключение договора. Чаще встречается так, что мы сейчас отрабатываем эти списки. И, к сожалению, родители от детей, которые мы обзванивали, часто отказываются от песта в дошкольном учреждении. Образовательная деятельность в детском учреждении осуществляется по программе Васильевой. Ведутся занятия по развитию речи, хореографии, физкультуре, музыке в плавательном бассейне. Открыто семь групп. Одна подготовительная, три младших и три ясельных. Со следующей недели мы начинаем набор в новую ясельную группу. То есть, это дети от полутора до трех лет. Педагогический состав – 22 человека. Все воспитатели с опытом работы. Однако и молодые специалисты пожелали прийти работать в этот современный детский сад. Специалисты у нас учатся в колледже педагогическом. Это, конечно, помощники воспитателя. То есть, мы надеемся, что после обучения они уже приступят к своим полным функциональным обязанностям. Детский сад комбинированного вида «Солнышко» работает, как и все детские учреждения в Саянске, с 7 утра до 19 часов вечера. По информации сотрудников ГИБДД, за неделю к административной ответственности привлечено 17 водителей такси, четверо из которых получили штраф в размере 5000 рублей за отсутствие необходимых документов. Борьба с нелегальными таксистами велась не за памятных времен, но с недавнего времени она приобретает уже новые масштабы. Гореизвозчиков будут наказывать рублем. В течение недели сотрудниками автомобильной инспекции проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с осуществлением перевозки пассажиров легковых такси без специального разрешения, а также с лицами, осуществляющими деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день в городе Саянске зарегистрировано более 220 автомобилей, получивших разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Если до настоящего времени стражи дорог лояльно относились к водителям таксомоторов, то сейчас при нарушении отсутствия необходимых документов всех нарушителей будут наказывать рублем. При проверке инспекторами ДПС водитель такси обязан предъявить разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Также на кузове автомобиля должна располагаться цветографическая схема такси, и на крыше автомобиля должен быть установлен фонарь опознавательный такси оранжевого цвета. Как отмечают сами автоинспекторы, ужесточение требований к водителям таксомоторов в первую очередь обеспечит максимальную безопасность и комфорт пассажиров, пользующихся этим видом транспорта. Все фирмы, предоставляющие услуги перевозки, должны будут ежедневно проводить техническое свидетельствование автомобилей и медицинское водители, плюс обязательная регистрация каждой машины в органах власти. Патентную систему налогообложения введут в Иркутской области с 1 января 2013 года. Патенты будут обязательны в том числе и для лиц, сдающих наем жилье. Сниму или сдам квартиру. Газетные полосы буквально пестрят подобными предложениями. Многие из тех, кто сдает жилье, нарушают закон. Кто-то по неведению, а кто-то вполне осознанно. Ведь основная часть владельцев жилья не оформляют договорные отношения с арендаторами. Причем заключение договора о найме между двумя сторонами через агентство недвижимости еще не означает, что соответствующая информация идет в налоговую инспекцию. Соответственно, регулярно мимо бюджета проходят большие суммы. Каждый человек должен с прибыли оплачивать какую-то сумму. Они получают за это деньги и немалое. Поэтому должны. У нас, если в Саянске кто-то снимает даже квартиры, то я вот по практике знаю, что они имеют с этого 3 тысячи, 4 тысячи. Это где-то в Москве такие дорогостоящие. Что там в Иркутске, вот у меня дочь училась, квартиру там очень такая ситуация. Ну, что дорого, что там можно с этих денег заплатить. А у нас здесь такие смешные вот эти, что человек имеет даже на хлеб, на соль, как говорится. Нет роскоши же, когда дают квартиру. В новом 2013 году вступит в силу закон о патентной системе, который будет распространяться на 47 видов деятельности. В соответствии с законом, некоторые категории граждан, в том числе и те, кто сдает жилье в наем, должны будут покупать патент на свою деятельность. Его стоимость будет варьироваться от 500 рублей до 5 тысяч. Если сумма патента не устраивает, то можно будет выбрать другой режим налогообложения. Выдавать патенты будут в налоговой инспекции по месту жительства. Его можно будет приобрести на различные сроки от одного месяца до года. Новая упрощенная система налогообложения позволит не предоставлять отчетность в налоговый орган и избавит индивидуальных предпринимателей от обязанности платить сразу несколько налогов. В целях предупреждения незаконного оборота оружия и боеприпасов, вовлечения граждан в деятельность по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Сдай оружие и получи деньги». В Министерство внутренних дел Иркутской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Сдай оружие и получи деньги». Необходимостью его проведения послужили участившиеся факты суицидов, несчастных случаев и других чрезвычайных происшествий, связанных с использованием огнестрельного оружия. В настоящее время размер выплаты денежного вознаграждения увеличился. И за одну единицу составляет боевого стрелкового оружия – 10 тысяч рублей, охотничьего с нарезным стволом – 8 тысяч рублей, гладкоствольного – 5 тысяч рублей, сдаваемые обрезы – 5 тысяч рублей, самодельное огнестрельное оружие – 5 тысяч рублей, газовое оружие самообороны – 2,5 тысячи рублей, травматическое оружие – 3 тысячи рублей. Если же незаконно хранящееся оружие будет выявлено сотрудниками полиции при проведении проверок, граждане будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом. В течение месяца саянцы имеют возможность сдать любое оружие и получить за это денежное вознаграждение. Сотрудниками полиции сдаваемое оружие проверяется на использование в ранее совершенных преступлениях, после чего устанавливается и выплачивается денежное вознаграждение. Если раньше денежное вознаграждение выплачивалось налично, то сейчас сумма будет переводиться на вашу пластиковую карту или на счет сберегательной книжки. Также следует напомнить, что владельцы зарегистрированного гражданского оружия за один месяц до истечения срока действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия обязаны предоставить заявление необходимой документы в органы внутренних дел по месту учета оружия для получения соответствующего разрешения. Семинар объединяет в себе пять тем, они наиболее актуальны и интересны. Сейчас в современном мире, в современном бизнесе, эти темы сложились с проблем предпринимателей. Семинар представил специалист Сибирского центра бизнес-технологии. Участники курса научатся делать экспресс-анализ бизнес-проблем любой степени сложности, ставить точные бизнес-задачи, быстро принимать ресурсные решения, введение дел, повышать качество жизни и реализовывать самые смелые проекты и многое другое. Мир не стоит на месте, все развиваются, все подходят к делу, со знанием дела. И это невозможно без какого-то обучения, новшеств в бизнесе. Вот эти инструменты, которые будут рассказываться, они включают в себя новшества, ноу-хау, ведение бизнес-подходами, методами, рекомендациям. Семинар организован городской администрацией в рамках реализации муниципальной целевой программы по поддержке и развитию бизнеса. Пройдет он 27 ноября во второй школе в Ак-Талмазале. Начало занятий с 9 часов утра. Посещение бесплатное. Телефон для справок 5-71-41. Руководитель кризисного центра помощи семье Наталья Грибачева побывала в Москве. О целях визита в столицу она рассказала Алле Спиридоновой. С 30 октября по 2 ноября в Москве состоялся третий съезд некоммерческих организаций России, в котором принял участие руководитель Саенского кризисного центра помощи семье Наталья Грибачева. Хочу сразу поблагодарить Лазуткина Николая Семеновича, который выделил финансовые средства на мою поездку. И я смогла попасть на это замечательное мероприятие. На съезде было около 900 человек из всех регионов России. От Иркутской области как делегат была я в единственном числе, но приезжал с приветственным словом губернатор Иркутской области. В рамках семинара представители руководства профильных государственных органов и известные политические и общественные деятели рассказали делегатам съезда об основных направлениях в области развития некоммерческого сектора России, роли НКО в современной системе политического и государственного управления. На съезде были затронуты такие стратегически важные вопросы, как повышение эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизация межнациональных отношений, участия некоммерческих организаций в антикоррупционных экспертизах. Было сказано, что многие социально ориентированные организации даже опережают государственные структуры по решению каких-то проблем, а потом уже государство берет на себя ответственность решения этих проблем. Планируется также уделить внимание участию некоммерческих организаций в обеспечении национальной безопасности и политической стабильности. На съезде прошли тематические панельные дискуссии по проблематике общественных организаций, церемонию вручения общественной премии «Госгрант» 2012 года лучшим гранта операторам страны, мастер-класса семинара по законодательству, налогообложению, социальному предпринимательству, новейшему инструментарию информационного общества НКО. В Иркутском государственном техническом университете, которому присвоен статус научно-исследовательского, прошел день карьеры. В мероприятии приняли участие крупнейшие компании из разных регионов России, работающих в области нефтехимической промышленности, энергетики, строительства, транспорта и проектирования. Третий год в Иркутском государственном техническом университете проходит день карьеры. Основная цель мероприятия – знакомство студентов старших курсов с работодателями и с теми вакансиями, которые они предлагают. Для студентов это возможность встретиться с представителями ведущих компаний в сферах финансов, страхования, маркетинга и химической отрасли. На день карьеры в университет приехали руководители и менеджеры по персоналу практически со всех регионов России, от Москвы до Владивостока. Впервые в этом году университет посетили представители открытого акционерного общества «Саянский импласт». На «Саянском импласте» сегодня работают более 600 выпускников Иркутского технического университета. Из них более 200 человек – это руководители. Предприятие отмечает высокую подготовку, профессиональную подготовку этих выпускников, поэтому предприятие надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с университетом и ценит партнерские отношения. Как отметили организаторы мероприятия, «Саянское градообразующее предприятие» является постоянным партнером технического университета на протяжении многих лет. Студенты ежегодно проходят производственную практику на химкомбинате, а большинство специалистов компании являются выпускниками данного вуза. Эти плодотворные связи выражаются не только в направлении наших выпускников, в абитуриентах от «Саянска» у нас, но и в прохождении практики нашими студентами на вашем предприятии, в дальнейшем их трудоустройстве. Мы гордимся нашими выпускниками, которые работают на «Саянске», и они приносят славу и нашему факультету, и славу «Саянским пласту». Сегодня интерес со стороны российских промышленных компаний к университету обусловлен тем, что он является крупнейшим вузом на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Руководство предприятий дает высокую оценку теоретической подготовки студентов, и не случайно, что многие ребята после получения высшего образования продолжают здесь свое обучение и повышают квалификацию. Я учусь в магистратуре по направлению технологической машины и оборудования, проектированию нефтехимических и газоперерабатывающих производств, занимаюсь научной деятельностью на кафедре, являюсь стипендиатом компании «Бритиш Петролиум». По окончанию магистратуры планирую вернуться в родной город, работать на «ОООС-Саянском пласте». После официальной части был проведен круглый стол, участниками которого стали работодатели и администрация университета. В ходе встречи стороны определили формы дальнейшего сотрудничества. Также речь шла о качестве образования, о тех требованиях, которые предъявляет работодатель. Кстати, многие компании, которые приняли участие в дне карьеры, активно сотрудничают с университетом на протяжении многих лет и открыли на базе университета свои классы, учебные лаборатории, которые оснастили самым современным оборудованием. «Как снять видеоролик, задать неудобный вопрос на пресс-конференции и организовать волонтерскую акцию? Этому и многому другому группа саянских школьников научилась во время выездной акции в рамках регионального движения «Молодежь Прибайкалья». Новые интересы, новые друзья, новые цели и планы. Всего этого значительно прибавилось у группы саянских школьников, принявших участие в акции «Молодежь Прибайкалья», которую организовало областное министерство по молодежной политике. В акции приняли участие молодые люди из трех территорий, а также педагоги, в чьи обязанности входит воспитание патриотических и гражданских чувств у школьников. Наши ребята изначально патриоты, они это доказали, потому что по итогам тренингов руководители данного мероприятия отметили, что Саянск находится на очень высоком уровне, не только в плане гражданственности, потому что наши ребята практически везде говорили о том, что мы единственный город, в котором создан гражданский кодекс, но и интеллектуальный уровень достаточно высок, и самое главное, что меня радует, это культура общения. Самим ребятам некогда было думать о том, какое впечатление они производят. Программа акций была насыщена семинарами, тренингами, великолепной работой игротехников, встречами и знакомствами. Школьники разбились на несколько секций и решали порой совсем не детские задачи. Иван Куцелов, сотоварищи, работал в секции профориентации, разрабатывая действия по умиротворению, к примеру, футбольных болельщиков. Были конкурсы, как действует администрация, например, как действует полиция, как действуют вообще очевидцы и средства массовой информации. Саша Мустакова несколько дней испытывала на себе все прелести работы журналиста. Как более точно задавать вопросы правильно, термины, новые слова узнали, определения, как правильно составлять пресс-релиз. Нам дали образцы пресс-релиза. Потом мы снимали видеоролик против курения. Несколько ребят не впервые принимают участие в подобных акциях, специализируясь на добровольчестве, на проведении волонтерских акций. Мне было интересно познакомиться со своими людьми, понаблюдать вообще за работой игротехников, педагогов, которые с нами занимались. Они были довольно-таки квалифицированными, познакомили нас с новыми методами работы над собой. Учили проводить акции, рассказывали, что такое акция, как их правильно проводить. Мы пробовали даже сами проводить их, написать, и защищали каждую свою акцию. Полезность в том, что я уже не первый год добровольчества, то есть для себя что-то узнала нового, то есть узнала про какие-то организации, куда можно обратиться. То есть я захотела сделать доброе дело, то есть пойти там, я не знаю, посадить деревья, то есть куда можно позвонить, то есть к кому можно обратиться. По итогам акции двое из ее участников, Саша Мыслейко и Маша Солодкова, получили приглашение в летний международный молодежный лагерь «Байкал-2020». Юная художница из Саянска Настя Диченко стала победительницей областного конкурса детского рисунка «Радуга дружбы». Ты заняла первое место, то есть показала именно семью, счастливую семью нашей Иркутской области. Это не первая победа Насте Диченко. В прошлом году талантливая художница из Саянска уже становилась лауреатом областного конкурса детских рисунков «Мой мохнатый друг». В этот раз ее работа также была признана лучшей, но только в другом конкурсе «Радуга дружбы». В нем приняли участие более 50 юных художников со всей Иркутской области. От нашего города участвовало несколько воспитанников детской художественной школы. Наши обучающиеся 8 человек сделали свои работы. Работы яркие, детские, самостоятельные. И в основном работы изображали сплоченные объятия, радугу, и такие коллективные хороводы. И одна из таких работ оказалась вообще в области самой первой. Диченко Настя, учащаяся 2-го класса, она стала победителем этого конкурса. Конкурс детских рисунков проходил в рамках юбилейного 5-го фестиваля «Иркутск многонациональный». Молодым дарованием необходимо было представить свои художественные работы, посвященные истории различных народов, проживающих в Иркутской области, раскрыть тему национальных обществ или рассказать историю своей семьи. Я нарисовала ребенка, и рядом стояли мама и папа. И этому рождению рада вся планета. Даже собачка, которая лежала на коляске. Посмотреть все художественные произведения участников и победителей конкурса «Радуга дружбы» можно в Иркутском областном художественном музее «Усадьба Сукачева». Там на днях состоялось открытие этой экспозиции. На этом информационная часть выпуска завершена. Продолжить нашу программу традиционная рубрика «Люди говорят». Я же с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, до свидания и будьте счастливы. На последнем совещании при мэрии города специалисты Роспотребнадзора критиковали ряд саянских школ за чрезмерно тяжелую учебную нагрузку для детей. А насколько сложно сегодня учиться школьникам, об этом люди говорят сегодня. Программа очень тяжелая. Не для всех детей она должна быть одинаковая. Ну, есть одаренные дети, но пусть занимаются по этой программе. А такие дети, которые, допустим, плохо соображают или что, особенно без подготовки, вот если в сад ребенок не ходит, вообще тяжело. Он не усвоит. Да, я думаю, что не такая уж большая нагрузка. Самое главное, если стремится знания получить, то будет получать, а если нет, то, ну, извините, все тяжело. Нет, мои не жаловались. Конечно, устают. Хотелось бы, конечно, чтобы в субботу отдыхали. Все равно. Там три урока, и за них идти. Уроков достаточно, там, четыре или пять уроков. Думаю, что нормально. Ну, тяжеловато детям учиться. Особенно чемодан уносить. Программа усложнена. А самое главное, учебники составлены так, что ребенок в начальной школе, он сам без родителей, без репетитора справиться не может. Нагрузка, конечно, большая. По математике я посмотрела, она делала контрольную работу. Там на две страницы заданий сколько? За сорок пять минут сделать. Это надо таким детям быть, что умным, чтобы быстро все сделать. А среднего, наверное, им тяжеловато. Такая нагрузка. Времени свободного мало. Учиться, в принципе, несложно, но задают тоже много. Иногда сидит часов до двенадцати даже, когда вы это делаете. Если ты успеваешь и делаешь все заранее, то времени остается. У нас как-то так, видимо, распределяли, так, как говорится, нагрузку, чтобы дети не чувствовали вот этой усталости. Ну, много задают, и сама программа сложная. Очень для детей, вот для 8 лет, и для нее уже это вот соображение такое, что для меня даже порой сложно. У меня у сына учится в девятом классе, у него каждый день по шесть уроков один раз в пять. Ну, я считаю, что нормально, пусть учится. А он не жалуется? Он жалуется. Программа сложная. Поэтому делают по семь уроков, чтобы все сделать, все успеть, все. А опять же, родители будут обижаться, если детей не научит учитель. Палка о двух концах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова